Незвычайная ночь отбылась в Брестском областном краезнавчном музее. Танцы, письмо кириллице, передача сигнала УСОСа с Букой Морзе и размова с кораблем Рэши Посполитой, Станиславом Августом Понятовским. Шакали у всех на ведвольников. На шаровной ночи музею побывала и наш корреспондент Мирослава Маньковская. По соправдам указочной была селетняя ночь музею у областным краезнавчим музея. С порога на ведвольников сустракали под гуки труба дура. И тут же начинался конкурс. За каждый правильный отказ на пытание об музеях, знакомитых историчных персонах Бреста, у дельники отрымливали специальные картки. Владальники больше за пяти таких карток по вынику вечера отрымливали подарунки от организаторов. Мы впервые представим несколько карт Великого княжества Литовского 17-18 века. И научим посетителей наших работать с исторической картографией. И они смогут найти не только город Брест, но и близлежащие населенные пункты. Возможно, кто-то найдет даже свою малую родину. Расгадать маршруты старода у них карт. Передать сигнал СОС азбукой Морзе и навод уластно-ручно поспробовать себе в письме пером. Берастейцы не отмауляли себе в историчных забавах. Это и объединяющие мероприятия, и одновременно культурное, и историческое музей. Тут можно посмотреть какие-то экспонаты, одновременно с теми мероприятиями, которые сегодня будут проводиться. Тот же танец, тот же рисунок. Творим до твары тут можно было сутокнуться и с королем Раджи Посполитой Станиславом Августом Понятовским. Для того, чтобы заработать конкурсные баллы, треба было правильно отказать на питание о биографии и политической деятельности. Темчасом у фойе другого поверха все жадающие брали уроки вальса и танго. Для аматра у творчести так само продугледили особливые забавы – роспис хной на теле, малевание квета, как варелю и створение ярких букетов с тканины. А самые маленькие берастейцы отрымливали асолоду от представления лялечных актеров. Завершилась традиционная акция поздняя ночь шоу выступлением гурта «Музарт».